Девушки отдыхают 140 миллионов американцев посетят магазины Сезон гриппа начался раньше обычного Судя по всему, неизвестная ранее форма гриппа, о которой эксперты пока не могут дать Произошедшая вспышка оспы, многократно отработанный сценарий Вирус оспы – это реальная угроза Что вакцины не хватит на всех Никаких оснований для паники Главный город Америки находится в карантине Грузовая зеленая отрава Центральный парк стал местом массовых сохранений Утечки газа, пожары, власть Вновь прокатится волна грабежа Жители Нью-Йорка умоляют всем свободным машинам Пожар, хирург, хирург Оперативное реагирование, либо уже все мертвы, либо И справляются с ситуацией С нами как с животными К такому мы совсем не были готовы Когда нас вызвали, стало ясно, что ситуация скверна Хуже, чем мы ожидали Мы – это секретный отряд лучших тайных агентов К нам обращаются только в самом крайнем случае У нас нет правил Нет инструкций Наша цель – уберечь общество Мы – ваши коллеги Мы – ваши соседи Или даже друзья Но когда нас вызовут Мы обязаны бросить все Мы – это Спецотряд Активирован интеллектуальный системно-аналитический комплекс Все системы в норме Проверка оружия Займите укрытие у маркера Проверка оружия Поразите указанные цели Проверка основного оружия завершена Проверка оружия Поразите указанные цели Проверка пистолета завершена Добро пожаловать, агент Говорит Луис Чен, командующий северо-восточным отделением спецотряда Тебя задействовали, потому что обстановка в Бруклине крайне нестабильна Мы получили твои данные по ИСАКу Иди к ближайшему опорному пункту Там тебе выдадут полный комплект снаряжения Агент, мне сообщили, что сюда прибыла твоя коллега Агент Фейлау Поговори с ней, она внутри Вы вошли в безопасную зону Мы рискуем потерять весь этот квартал Сюда движутся погромчики в большом количестве Твои люди вот здесь Вижу, еще кое-кого вызвали Я агент Фейлау, спецотряд Нас задействовали одновременно Мы пойдем в составе второй волны Я не знаю, что стало с первой волной Но проблем у нас здесь и без этого хватает Разведданных почти нет Но провал недопустим Манхэттен уже в блокаде Бруклин еле держится Такие люди, как мы Это последние защитники города Я надеюсь, когда поговорим с командиром Станет полегче Мы сможем понять, что тут происходит Кто превратил улицы в поле боя И как нам вообще сделать то, ради чего нас сюда вызвали А теперь извини, лейтенант Ну так вот Офицер Хейзен и его группа занимаются оперативными сводками У них вся информация Вон там Вон за тем зданием есть бар Там лучший виски сауэр в Манхэттене Если освободим город, угощу тебя выпивкой То есть, когда освободим А? Вот и вертолет Там должны быть остальные наши Наконец-то, даже не верится Пошли! Черт! Нога! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наконец-то, даже не верится Ты здорово работаешь Вот и вертолет Пошли! Там лучший виски сауэр в Манхэттене Держись! Вставай! То есть, когда освободим Эй! Потерпи! Эй! Потерпи! Ну вот и все! Вставай! Слушай! Все с тобой нормально По сравнению со мной Тебя и не задело Черт! Командир погиб Во время взрыва Но есть задание И мы его выполним Только... Через минуту садимся Лагерь будет справа по борту Я все выяснила про первую волну Кто погиб, кто пропал без вести Остались только мы Поэтому надо взять себя в руки Выбора нет ОТГ-6-8 диспетчерской Вижу Хадсон Да, два агента спецотряда на борту Это их вертолет рванул ОТГ-6-8 захожу на посадку Обычно, чтобы понять Можно ли рассчитывать на человека Нужно время Но времени нет Так что я Ставлю на тебя С прибытием в Хадсон-Пирс Только не знаю На что вы рассчитываете За воротами идет Настоящая война Кто тут командир? Капитан Бенитес Он руководил эвакуацией Мэдисон-Сквер-Гарден Но утром связь не пропала Если до завтра он не проявится Уходим Никто никуда не уйдет Мы вернем себе город Бери снаряжение Будем на связи Желаю удачи До свидания Вы в безопасной зоне Дебек начальнику снабжения Он там Сразу за ворот Давай проходи сюда Мы должны тебя проверить От этого вируса Никто не защищен Что случилось? Что случилось? Продолжение следует... Что случилось? Большие силы противника Идут с улицы Где под... Так, на операционную базу Напали уголовники Сколько их мы не знаем Хотя, судя по всему Лидеру их нет Но у ОТГ Слишком мало людей Командир пытается Выбраться из-под огня У них больные, раненые Твоя главная задача Отбить базу Дальше по обстоятельствам Диспетчер, говорит агент Фейлау Я уполномочена приказом президента Министерством национальной безопасности Директива 51 Операция и ответ Второй этап Кто бы вы ни были Нас атакуют со всех сторон Не знаю, чем вы можете помочь А сейчас нам пригодится любая помощь Откуда вам известна моя чистота? Мы вас прикроем Только не стреляйте в тех Кто пытается вам помочь Конец связи Внимание Подключаюсь к местным каналам ОТГ Отряд 43 Хорошие новости Сообщаю, что к вам идет подкрепление Агент из спецотряда Наконец-то Вас только за смертью посылать Дайте их сюда Мостер, прикрываешь на лестнице Мартина, что садись в банках Давайте, давайте Проклятая выпла Не дайте нас окружить Иди, суки, отбив Повсюду Сколько у нас ты Диспетчер Ситуация снаружи под контролем Запишите в отчет Пришел спецотряд и всех спас Спасибо за отчет, отряд Браво Будьте на чеку, сохраняйте боеготовность Рад, что вы живы Теперь нужно обустроить базу Зайди туда, осмотрись Я, наконец, обзавелась транспортом Так что скоро буду Давай Вы в безопасной зоне Система вентиляции и очистки воздуха включена Уровень заражения снижен Агент, нам нужно наладить работу базы И доказать жителям Нью-Йорка, что мы вернем им город У нашей базы есть потенциал Но в данный момент она черт знает на что похожа Чтобы привести ее в порядок Нам понадобится толковый персонал В частности, врачи В полевом госпитале в Мэдисон-Сквергарден Есть вирусолог Но тот район кишит бандитами С ней мы сможем организовать работу медблока Без нее Командир ОТГ Бенитос сейчас в поле И с ним нет связи Верни его Пусть займется силовым блоком базы К тому же, я надеюсь, это повысит боевой дух ребят Еще нам нужно электричество Будет энергия, будет и нормальная разведка У них был свой техник, но, видимо, с ним что-то случилось Не найдем его Останемся без света ИСАК умеет сканировать все блоки базы И отслеживать изменения Так что ты всегда будешь в курсе дела И чем лучше мы организуем работу базы Тем больше сможем сделать для города Новый график с 12.00 до 14.00 У меня есть вещица буквально создана для вас Наш патруль видел, как чистильщики Присматривались к тому большому магазину Удачи Не давайте привет моим маленьким друзьям Возврату не подлежит Как же я устал Силовой корпус пребывает в запустении Еще здесь не хватает капитана Бенитоса Его ВТГ обожают Бенитос наверняка поможет нам с разведданными Огневой поддержкой Так что мы сможем очистить улицы от этой мрази Технический блок переживает не лучшие дни Но если удастся доставить сюда родца Дела пойдут на лад Этот парень много чего умеет Он из частной военной компании И он умнее, чем может показаться на первый взгляд В медицинском блоке сейчас полный раздрай Тут нужен вирусолог Тогда мы сможем заняться изучением вируса И получать больше припасов Не только для гражданских Но и для себя тоже Эй, плохие новости Я не смогу пойти с тобой Ты же видишь, что у меня с ногой Буду помогать тебе отсюда Что поделать Знаешь, как сильно я мечтала об оперативной работе Я готовилась к этому всю свою жизнь Но... Но я не так себе все представляла У нас ведь не должно быть привязанностей, да? Чтобы они не мешали взять и все бросить Я так и сделала Не помогло Я к ним привязана Это мои люди, это мой город И мы его отобьем Давайте-ка... Да, ладно Ладно Вся надежда на нас Нельзя их подвести Заходи Капитан Бенитос даже раздобыл свежий кофе Да, я просто проходил мимо бывшего Керманс Наша зона ответственности От Среднего до Нижнего Манхэттена Потому что Никто не может сейчас свалить с острова Мы в том числе Главная проблема Это нехватка личного состава Сейчас почти все эти районы Контролируются преступными элементами Уголовники, чистильщики, бандиты У меня банально не хватает бойцов Чтобы следить за порядком в городе Так что эти козлы гуляют там себе Берут что хотят и убивают кого хотят Потому что некому им помешать Необходимо провести там зачистку Чтобы хотя бы обеспечить людей едой и медикаментами Ну не знаю Учитывая размеры территории И число бандитов Я как-то сомневаюсь, что вы справитесь Не обижайся Но эти волки вас растерзают Капитан, мы сами волки Ну да, да Может тогда Попробуешь убедить спецотряд Прислать подкрепление? На данный момент это все, кто у нас есть Дожили Умоляю федералов забрать у меня город Если появятся новые данные, мы тебе сообщим Удачи Без нее никак Слушай, я не сентиментален Но я тебе обязан, так что спасибо Только я-то знаю, тебе от меня не спасибо нужно А кое-что другое Например, чтобы я навел тот порядок Госстандарт, как я посмотрю Так я и думал, что планка качества по-прежнему ниже Плинтуса Нужно качество тебе в частный сектор Вот что я понял в Басре Да, на одном честном слове город долго не протянет Нужен свет Вода И все остальное Это до тебя уже поняли Говорят, когда пошел расколбас, много ваших пропало У меня есть теория на этот счет Но это ладно Ты, когда будешь шастать по городу, поспрашивай, что с ними стало Может, их вирус убил Может, бандиты Может, сам город раскрыл свою гнилую пасть и сожрал их А что запросто Такое уже было У меня так, жена погибла Это чудо, что я еще жив Говорят, пессимист Это разочарованный романтик Да Что за мудак это придумал? Короче, попробуй что-нибудь разузнать Я тебе подскажу, где что включить Только смотри, чтобы этот город и тебя не сожрал Какие гости Этот гарден был просто адом Я, конечно, и раньше работала в сложных условиях, но... Да уж Тут, конечно, не храм на Оке Приборов нет Персонала нет За дверью толпа пациентов Так не пойдет Мы делаем, что можем, доктор Кэндл Если вдруг у вас есть предложение, поделитесь Да знаю, знаю Дареному коню и все такое Но я же должна понять, откуда этот вирус взялся и как его убить У нас есть зацепка В ЦРС считают, что тут замешан некто доктор Гордон Амхерст Боже Этот урод Я как-то видела его выступление, там такое началось, но... Но если он причастен, надо его найти И если еще что найдете, дневники, ноутбуки, близких друзей, тоже сообщите Плюс мне нужны живые образцы и антитела Работы вам хватит А вы? А я буду... Спасать жизни Теперь извините, мне пора Итак, этот ублюдок распространял свой чернопятничный сюрприз в крупных универмагах А какой из них самый известный? Эйплс Возможно, Амхерст начал именно с него Нам нужен исходный, не мутировавший штамм вируса, чтобы сравнить его с мутировавшими штаммами наших пациентов А найти его можно только на тех купюрах, с которых все началось Давай, Вейблс, и принеси оттуда все зараженные купюры, какие найдешь Вейблс, и принеси оттуда все зараженные купюры, какие найдешь Черт Черт Черт, железяка Так, агент, твоя задача найти купюры, которые распространял наш дорогой Амхерст, поскольку на них должен быть исходный штамм вируса Эйплс один из первых очагов заражения, так что, если повезет, там будет полно таких купюр А так же Нью-Йорк В универмаге один из самых крупных лагерей беженцев Не хочу на вас давить, но без этого исходного штамма нам не на что опереться А значит на вакцину можно не рассчитывать Так что, это производственная необходимость Все готово Все готово Будем надеяться, ты успеешь найти эти купюры до того, как чистильщики все сожгут Высокая температура разрушает ДНК Уже при 100 градусах ковалентные связи рвутся, и двойная спираль расстегивается, словно молния на платье у старшеклассницы Еще и поэтому не стоит их к себе подпускать Ну вот, и я о том же говорю Тесты на вирусное заражение отрицательны Тесты на вирусное заражение отрицательны Внимание! Опасность возгорания Судя по схеме, впереди находится аварийный переключатель Внимание! Повышенная концентрация вируса Есть! Значит, где-то рядом зараженные купюры Ищи их Только не слюняй, когда найдешь Агент, не хочу надоедать Мне нужны эти купюры Целости и сохранности И не обугленные Обугленные края означают, что молния на платье уже расстегнута И постарайся не погибнуть, ладно? От обуг... Внимание! По всем данным, эта зона заражена Внимание! Подтверждено наличие вируса Агент, будь начеку Мы только что получили сообщение от наблюдателей ОТГ В здание прибыли новые группы чистильщиков Держись от них подальше Повторяю еще раз Купюры должны быть как новенькие Ну, ты понимаешь? Вы покидаете зараженную зону Время Погибаем Что это бывает? Держи Что это бывает? Ох Рекомендуется стрелять в перенормой резервуар Внимание противник Внимание противник Это просто потрясающе Найти в разоренном универмаге купюры с исходным штаммом Все равно, что иголку в стоге сена Но тебе удалось таки это сделать Жду не дождусь, когда ты притащишь их сюда Обалдеть Кстати, агент, с меня выпивка, если она еще где-то осталась Привет, я... Одну секунду Да Извините, доктор Кендал, но образец не дал результата А вы прикомнатные делали? А вы же сказали... Я сказала, комнатная температура Ну, отклонение было незначительное Знаешь что, я сама сделаю Ты просто не трогай Сделаем вид, что ничего не было И почему так трудно найти компетентных помощников в разгар эпидемии? Ну... Во всяком случае, мы приступили к анализу тех образцов Доктор Эллис меня выручил, взял на себя медблок Теперь меня не будут отвлекать Моя бывшая говорила, что патогены мне ближе, чем люди Моя бывшая забавно Да В общем, продолжай в том же духе Мы уже на полпути к вакцине И с твоей помощью мы ее сделаем Нужно зачистить весь этот дом Нет! Пожалуйста! Не надо! Я не болен! Нет! 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 У нас будет много работы Они разбегаются, как крысы Не ссы! Мы до всех доберемся! Наш главный подозреваемый Мы нашли его квартиру Она в одной из многоэтажек ватской кухни Тебе нужно попасть туда Осмотреться на месте И забрать любые улики Блокноты, жесткие диски Все, что найдешь Но там еще остались жители А это значит, что туда уже идут чистильщики Если Амхерст не он Я съем свою центрифугу Самое главное для нас сейчас Это его записи Доктор, мы не можем бросить этих людей Если мы не разберемся с этим вирусом Людей скоро вообще не останется Квартира наверху Если вирус создал этот Амхерст Там наверняка должны быть улики Такие люди не уничтожают доказательства своих достижений Осмотри квартиру Возможно там уже все разграбили Но вряд ли мародеры позарились на бумаге и жесткие диски Если нам повезет и там будет Амхерст Тащи его сюда Хочу задать ему пару вопросов Нас столько не повезет Так не бывает Помечтать-то можно? Надеюсь время потрачено не впустую У задачи высокие приоритеты Я отправила за тобой вертолет Но сначала нужно зачистить крышу от врагов Иначе ему не сесть Не рискуй Просто доставь улики Надо придумать как можно ускорить пространство Вообще-то вертолет предназначен только для эвакуации из ценной зоны зараженных материалов Но в данном случае мы сделаем исключение Проманует'm Понял Проману Парату Проману Проман Амхерст Ус ААА 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 Как equiv華 В Маяк, это «Альбатрос-2». Мы готовы забрать груз. Маяк, это «Альбатрос-2». Груз принял. Возвращаемся на базу. Конец связи. Вертолет с уликами летит на базу. Я знаю, среди мирных жителей были потери, но если бы не ты, их погибло бы в разы больше. Отличная работа, агент. Эти записи Амхерста определенно все меняет. Мне всегда казалось, что он какой-то мутный тип. Я загрузила отчет по ним. Посмотри. Образцы оригинального патогена «зеленая трава», взятые с купюр, использовавшихся для первоначального заражения, позволили нам детальнее изучить базовый геном. Я обнаружила прямые свидетельства того, что вирус создан искусственно. Генетический материал полудюжины других патогенов. Их внедрили, чтобы повысить убойную силу вируса. Одна из самых опасных черт вируса – способность к адаптации. Он быстро мутирует, и антителам с ним сложно справиться. В образцах, взятых у людей из ДПО, зеленая трава уже демонстрирует генетический сдвиг. Причем значительный. То есть нам будет еще труднее разработать вакцину. То, что ты видишь перед собой, – это вирус оспы. Первые одну-две недели, пока длится инкубационный период, носитель не заразен. Судя по записям Амхерста, он явно хотел это изменить. Сделать зеленую отраву заразной уже в период созревания, а заодно ускорить инкубационный процесс и распространение. Короче говоря, он более заразный и быстрее воспроизводится. И это плохо. Один порез. Из него потечет кровь. Один порез вас не убьет. Только оставит шрам. Я клянусь. Если резануть глубже, мы найдем его. Найдем, найдем. Я клянусь моего. Вы закричите. Но этот крик можно обратить в рык или в жалкое хныканье. Выбор за вами. Вы сами можете сделать из себя жертву, где бы вы ни были. Не надо. В пентхаусе, в тюремной камере или на воле, на улицах этого города. Жалуйтесь на холод, на крысы. Жалуйтесь на своего вожака. Некоторым нравится быть жертвой. Господи, не надо. Они хотят стянать. Я исполню ваше желание. Хотите быть жертвами? Значит, будете. Значит, будете. Но вот я. Я возьму свое. Что там говорят про этот вирус? Что это конец света? Точно! Этот вирус наш учитель. Он поставил уродов в форме на место. Дал нам сигнал к действию. Они все у нас отняли. А теперь пришла наша очередь. Мы заберем их дома, их машины, их семьи, их жизни. Это наш город. И пробил наш час. Пробил наш час. Хватит с тобой. Веди нас. Точно. Слышно, помоги его убрать. Ради бога. Я прошу вас. Отпустите его. Он же ничего вам не сделал. Может, он и не делал. Зато я сейчас точно кое-что ему сделаю. Так, агент. Сообщения о зэках в Лексингтоне полностью подтвердились. Разведотряд ОТГ все выяснил. Там у них нечто вроде штаба. Ага. Потом эти сволочи их сцапали. Вытащи моих ребят. Эти уголовники с ними неизвестно, что могут сделать. К тому же это отличная возможность оставить зэков без главаря. Не будем ее упускать. Надо нанести зэкам серьезный удар. Убрать Лорей Барретт. Именно она организовала побег. Другого такого стратега у них нет. Они захватили троих моих людей. Если вытащишь их оттуда живыми, я буду тебе очень благодарен. Ладно, займись ими тоже. Но только не в ущерб основной задаче. Все, погуляли зэки на свободе и хватит. Там еще остались наши. Твое последнее слово. Внимание! Приближается противник. Это наша территория! Внимание! Новые силы противника! Не проблема! Я всех урою! Это даже не смеет! Я всех урою! Заτούel! Надо же! Меня спасли! Я уж думал, меня тоже убьют. Как и остальных. Рядом с вами находится эхозапись. Давайте поиграем в метание топора. Скажем, десять очков, если попадешь в руку. Пять, если в ладонь. А за голову сколько? Двадцать? Тридцать? Смотря как глубоко войдет. Не надо. У меня семья. А у меня, думаешь, не было семьи? Думаешь, я в тюрьме родился? Нет, нет, нет. Я просто... Ну, не надо. Ну, зачем вы это делаете? Мы же не униформы. Мы живые люди. Мало ли кто во что одет. Наконец-то хоть кто-то из вас прочувствует на себе, каково это. Я не понимаю. Да колейся, сука. Больше тебе ничего не надо понимать. Не надо. Эй, босс. Мы тут поймали поросеночка. Пожарим ребятам рождественский окорок. Хм. Сококом такая хитрость. Надо знать, где сделать первый адрес. Не, 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 не! Стойте! Стойте! Вы вошли в безопасную зону. Агент, заложника держат на крыше. Нужно зачистить крышу. Агент, заложника держат на крыше. 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 Агент, заложник держат на крыше. Агент, заложника держат на крыше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это Лау. Я только что узнала про Реймоса. Хорошо, что мы успели вовремя. Спасибо. Мои бойцы занимают позиции для штурма. Агент, тебе необходимо проникнуть в технический лаз. Если верить чертежам здания, в подвале располагается мониторинговая комната. Нужно было друзей с собой брать. Я так рад, что ты на нашей стороне. По всем данным, эта зона безопасна. Внимание! Вы покидаете безопасную зону. Внимание! Вы выходите из безопасной зоны. Мы прям короли тут, прикинь. Внимание! Внимание! Новые силы противника. Поднажмем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание! Приближается противник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока что все хорошо. Ударные отряды на подходе. По твоему сигналу, они ворвутся в главный зал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ни хрена ж себе. Я думала, тебе хватит ума не лезть не в свое дело. Но нет. Ты тоже торопишься на тот свет. Нарываешься, чтобы тебя встрючили. Начинаем шторм! Вперед! Пошел, пошел! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание! Внимание! Граната! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Одним трупом больше, одним меньше! Ни хера вы не понимаете! Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Зайки выцеливают нас. От нас не уйдет. Я здесь побежать не забираю. Я здесь убежал. Не уходим. Выведи, выведем он того. Убегайся. Наши за меня замкнут. Не знай. Только без глупостей. Это было больно. Они за меня замкнут. Не знай. Внимание! Приближается противник. Ну давай, гнида! Можешь убить меня! Но всех нас не перебьешь! Мы капли одной реки! Да сколько? Черт! Я вернулся на территорию! Моя территория! Не расходно! Это бежавший закричен! Иди за правым плавнём! По-моему, погуляйте! Тебе удалось меня впечатлить, агент! Это задание было не из лёгких! Да, малыш! Тебе удалось сломать им в хребет! Без мамочки зэхи разбегутся! Ха! Думаю, с ними будет ещё немало хлопот! Но мы хотя бы спасли бойцов от ЭГ! Да уж! У меня каждый человек на счету! Мы просто не можем позволить себе терять людей! Я в долгу перед тобой, агент! Отличная работа! Поздравляю с успехом! Я почти счастлив! Хоть какая-то надежда! Ха! Надо же! Вот чудеса-то! Я сказал почти, агент Лау! Но эта твоя находка теперь не даёт мне спать! Всё-таки я не такой параноик! И я был прав! Собрали самых умных, самых умелых, самых подготовленных агентов в мире! И всё равно кто-то съехал с катушек! Им не победить! Что бы ты там ни думал! Думаешь, я что против, агент? Думаешь, я просто бесчувственный циник? Я тоже патриот! Вот почему меня всё это злит! Что лежит в основе демократии? Баланс! У нас не только права, но и обязанности! Люди не понимают, как всё это ценно! Быть присяжным, голосовать! Как можно в одно мгновение всего этого лишиться, если будешь халявить! Да, наша страна специально так устроена, чтобы не было царьков! Баланс власти! И потом какой-то урод создал спецотряд! И всё порушил! Вся власть и никакой ответственности! Это противоречит всему нашему укладу жизни! И вот результат! И что у нас теперь осталось? Благие намерения! Эй! И ещё мы! Все мы! Поверь, у нас есть больше, чем просто намерения! Сейчас мы всё сделаем! И сделаем как надо! Я хочу в это верить, агент, правда! Но я пока не вижу у вас ничего особенного! Хотя надеюсь, что что-то всё-таки есть! Бойцы последнего батальона! Говорит ваш командир, полковник Чарльз Близ! Многие из вас были возмущены, что нас здесь бросили! Иными словами, обрекли на гибель! Но я взглянул на этот город! И понял, что есть шанс! Я понял, чем он был! И то, чем он может стать, когда придут те, кому не всё равно! Если найдутся люди, готовые выйти из дома и очистить улицы от бандитов и дегенератов, то есть сделать то, что это безвольное правительство и его солдатня боятся сделать, а значит уничтожить всех воров, убийц, лжецов и прочих противников мира! Мы не оглянемся! Не пойдём на компромисс! Пойдём на всё, чтобы светлое будущее наступило для всех, кто будет с нами! А кто будет против нас, да помилует Господь их души! Я закончил! Ну что, записал? Второй раз я это повторять не буду! Какая-то сволочь из батальона сняла на смартфон их методы работы! Зрелище мерзкое, некоторых ребят я знаю лично, но мы должны знать, с кем воюем! Внимание! В разведку направляются группы «Квотербэк», «Раптор» и «Вулкан»! Отчёт на запасном КПП в 21-0! Выдвигайтесь! Капнюк нахер идти, понял?! Сука, блядь! Нет, стой! Не-не-не стреляю, хочу перейти к вам, у меня есть информация! Отведи его к капитану, посмотрим, что он знает. Понял. А ну, вставай! Вы об этом не пожалеете! Эй, эй, ты! Эй, дай сюда! Кто к нам пришёл? Ого! Да это же наш завоеватель! Я не думал, что выполнить нашу просьбу вообще реально, но теперь у моих отрядов быстрого реагирования развязаны руки. Неплохо для федералов, да? Да не то слово. Посмотри. Все наши преступные группировки разбежались. Кое-кто ещё остался, но их теперь там намного меньше. И это заметно. Жители перестали бояться выходить из домов. ОТГ помогла ЦРА снова развернуть пункты поддержки населения. Люди выстраиваются в очереди за едой и медицинской помощью. Наши дела наконец-то пошли в гору. Я тут видел парня, у него был ресторанчик в Квинсе. Так он уже думает, когда можно будет снова открыться, прикинь? Если прищуриться, как будто снова похоже на Нью-Йорк. Чудеса? Ладно, хватит себя поздравлять. Ещё остался этот скотский батальон, у меня много работы. И у тебя тоже, агент. Действуй. Эй, ты просто молодец. Аккумулировать всё это покороче. Я приветствую представителей правительства США в Манхэттене. Меня зовут Виталий Черненко, я известный иммунолог. И я прячусь здесь, в русском консульстве, с тех самых пор, как вы ввели карантин. Занимаясь эпидемией, я смог собрать данные, которые помогут вам создать лекарство или вакцину. Если вы меня слышите, пришлите транспорт за мной и тремя другими гражданами России. Спасибо. У нас наметился прорыв. Виталий Черненко, иммунолог. Он засел в российском консульстве и просит его эвакуировать. Я и не знала, что он в Нью-Йорке. Он может быть нам полезен, доктор? Да, он хорош. Не настолько, как я, но он знал Амхерста, он знаком с его работами и он... он умеет смотреть в корень. Надеюсь, он увидит то, что я могла упустить. Значит, он нам нужен. Агент, мы засекли радио переговоры батальона. Видимо, они тоже получили сообщение иммунолога. Осмотри консульство и постарайся его найти. Мы тебе сообщим, где он может прятаться. Извините, что все остается. Превога. Огонь в мое колесо, дурет по битвы. У нас, все осталось. Здесь зато, скиплевка. Мое колесо. Сойдите. Продолжайте давить. Внимание! К вам приближается противник. Внимание! К вам приближается противник. Продолжение следует... 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 Берегите! Работаем! А-а-а! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Обнаружена спецтехнология. Провожу синхронизацию. Устанавливаю связь с базой данных. У меня загружаются файлы из призрака, того самого агента. Мне с ними ещё долго разбираться, но там есть кое-что страшное. Очень хорошо, что их удалось добыть. Хорошо, да не очень. Черненко увели у нас из-под носа. У меня его записи. Он мне не нужен. По крайней мере, пока. Сколько же тут всего интересного. Что ж, впечатляющая работа, агент. У меня бы не хватило сил здесь торчать, если бы я не была уверена, что на тебя можно положиться. Город потихоньку начинает вставать с колен. Это видно по глазам людей. По крайней мере, теперь их посещают не только мысли о смерти. Они не знают, что угроза ещё не миновала. Бойцы полковника Блиса оказались живучи тараканов. Тебе удалось нанести им урон, но они по-прежнему представляют опасность для города. Они укрепились в здании ООН. И у них Черненко, русский вирусолог, коллега Амхерста. Они держат его там в плену. Фашисты в сердце организации, ратующей за мир. А он шутник, этот Блис. Теперь ясно, что батальон причастен к тому, что случилось с первой волной. И мы знаем, что как минимум один агент тесно сотрудничал с Блисом. Мы думали, этот батальон и сам по себе страшен. Но если у них есть доступ к технологиям и разведданным спецотряда, они могут уничтожить все, над чем мы работаем. Слушай, мы с тобой знаем, что нужно сделать. Проникнуть в здание ООН и разобраться с Блисом раз и навсегда. Прости, что взваливаю это на тебя. Но выбора нет. Действуй, агент. Тут у меня есть кадры с самим Блисом. Какой-то пропагандистский ролик. Этот гад обожает звук собственного голоса. Полюбуйся на говнюка. Пускайте свои шансы. Теперь мы точно знаем, зеленую отраву вывели не в пробирке, а в компьютере. Черненко, приятель Амхерста, изучал оцифрованный геном и программы его модификации в виртуальном пространстве. Амхерст доработал его метод и скормил результат промышленному репликатору протеинов. На выходе получился живой вирус, который для достижения максимально убойного эффекта он мог совершенствовать и дальше. Агент, есть разговор. Боюсь сглазить, но вроде наметился прорыв. Мы расшифровали генный сдвиг в зеленой отраве. Плюс я определила, чьи еще гены Амхерст туда затолкал. И благодаря образцам, взятым у выживших, я наконец-то выделила антитела против нашего любимого супервируса и наметила поэтапный план по вакцине. Так, посмотри-ка. Я бы и сама возглавила разработку, но для этого надо ехать в Ван Арбор, где нормальное оборудование, а я... Как видишь, застряла тут. Ну и ладно. Тут и так найдется чем заняться. Тем более Черненко и Амхерст до сих пор на свободе. И хватит одного достаточно умного психа, чтобы... Обещаю, что такого не будет. Прошу тебя. Доктор Кендалл, пройдите в отделение терапии. Доктор Кендалл. Работа не ждет? Эй. Второй эпидемии мы не переживем. Так что... Это Кинжал, прием. Слышу тебя, Кинжал, что там? Подтверждаю информацию. Близ находится в комплексе ООН. Засел в здание Генеральной Ассамблеи. Тут у него и укрепление, и куча этих гребаных турелей. Ах, у него еще вертолет. Ну, в общем, можешь сказать Бенитосу, что он здесь. Понял тебя. Передам наверх. Вот она, последняя база батальона в Манхэттене. Кто бы мог подумать, что эти козлы засядут в здание ООН. Раз никто не собирается принимать осуждающую их резолюцию, то выселять их придется нам. Мы перехватываем их переговоры и следим за зданием. Уже ясно, что именно здесь полковник Близ собирается дать последний бой. Скорее всего, Черненко тоже здесь. Тот русский ученый, которого они увели из консульства. Если мы завалим Блиса, то отрубим Змея голову, захватим это место и бежать им некуда. Люди капитана Бенитоса пойдут на штурм ключевой позиции батальона. Это отвлечет внимание врага и позволит тебе проникнуть внутрь и отключить автоматические турели. После этого в атаку пойдут основные силы, и тогда Близ окажется в ловушке. Но все зависит от тебя. Чтобы выбить батальон из здания, ООН в первую очередь нужно пробраться мимо этих пушек и проломить стену. Мои люди постреляют в часовых и тем самым отвлекут внимание, а ты сможешь заложить взрывчатку и проникнуть внутрь. У нас тоже все готово. Теперь дело только за тобой. Зачистишь южный вход и пойдем на штурм. Я смотрю, ловим! Пойду посмотрю, что там. Внимание! К вам приближается противник. Вы победили благодаря тебе. СТОК! ХАЕТСК! СТОК! КОМПУ! СТОК! 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 Субтитры делал DimaTorzok Мы вошли! Недалеко от тебя вход в тоннели, проложенные под зданием ООН. Как доберешься, нужно пройти 200 ярдов на север. Бросай отряд и бегом! Твоя главная цель – Близ. Но мы полагаем, что в здании также находятся Киннер и тот русский. Я попросила ОТГ их поискать, но если ты их увидишь, ты знаешь, что делать. Скажу, посмотрю. Пойду, гляну. Есть! Братцы, нахуй! Пойду! Пойду! Черт! Где место-то на что? Сервы! Равная липоста в... Три! 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 Еще! По близости обнаружена эхозапись. Близ, батальон, с ними покончено. Я выведу отсюда нашего иммунолога. Отвлеките боя сотрудников спецотряда. Пусть не лезут. Мы встретимся позже. Вот, послушай, Близ в эфире. Попытаемся вычислить, где он. Сейчас я тебя подключу. Лживая сука, Аарон Киннер воткнул нож нам в спину. Всем, кто сейчас не на стене, приказываю выследить этого предателя и его русского дружка. Они не должны уйти живыми. Ясно? Сэр, стены больше нет. Бойцы ОТГ ворвались в здание. Ваш вертолет готов эвакуировать вас. Твою... Ладно, иду. Он попался. Вперед, в зал генассамблей. А, мы идем глядя. Ступай и упорь. Я, беда, беда. Подставь! Сложно, вы не выйдете! Поставить... Взять сектор под контролем! Кирилль, подниди! Внимание! К вам приближается противник. Внимание! К тебя! Сэр! Над главным зданием зависла вертушка! Это Блис! Твою мать, мы опоздали! Агент с Блисом мы облажались, но его штаб, возможно, еще не удрал из генассамблеи. Давай туда, быстро! Вспышка! Берегись! Ну давай, вперед! Вспышка! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание! К вам приближается противник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...